Приветствую вас. Я думаю, что ответом на вопрос ваш может быть следующее. Конечно, общаться с коллегами по работе можно и нужно, вот, и понятно, что, в общем-то, ну, что вам будет хотеть этого, вот, это всё, безусловно, понятно, и понятно, что рано или поздно, ну, будут всплывать вопросы, касающиеся личной жизни, вот, и понятно, что некоторые коллеги будут интересоваться этими моментами, вот, ну, по разным причинам, на самом деле, вы, вот, по моему мнению, делаете такую достаточно серьезную ошибку, пытаясь понять, почему люди пытаются, ну, вот, как-то разобраться в вашей личной жизни, да, почему пытаются, пытаются узнать, что там есть, вот, я думаю, что вы допускаете ошибку, пытаясь это сделать, потому что вы никогда не сможете это сделать, никогда не сможете понять, почему люди интересуются этим. Вот, но делиться с людьми, безусловно, чем-то можно, делиться с людьми, безусловно, чем-то нужно, вот, но очень важно, очень важно при этом понимать, чем вы делитесь. И делиться только теми вещами, которые, в которых вы уверены, что если вы, например, уверены в том, ну, вы хотите что-то рассказать, да, допустим, людям, и если вы уверены в том, что вы готовы этот человек открыть, вот, и если вы уверены в этом, в том, что вы рассказываете, если вы полностью принимаете то, что вы рассказываете людям, вот, что в таком случае я думаю, что вы можете это открыть. Но если вы не уверены, если вы воспринимаете какой-то аспект личной жизни болезненным, то делиться им, конечно, не стоит. Ну и в таком случае можно ожидать, что сближение вашего сближения с коллегами не произойдет. Такая история. И, конечно, в этом случае идеально было бы как раз-таки проработать то, что за вас болезненно, помочь вам раскрыть эту болезненность. Вот. И дальше, чтобы вы могли спокойно этим делиться, не переживая о том, что вас могут как-то задеть, унизить, обидеть и прочее. Вот. Такая вот история. Я думаю так. Я думаю так. В конце концов, не стоит забывать, что на работе вы учите, вы все-таки учитесь, вы все-таки работаете, вы ни в коем случае не, ну, не общаетесь с людьми просто ради, так сказать, интереса, да. Вот. Все-таки вы занимаетесь делом на работе. И мне кажется, что вот не все это забывает, потому что некоторые люди это забывают как раз-таки, как раз-таки и забывают достаточно сильно, достаточно серьезно, вот, и в итоге это приводит к различным ситуациям, крайне нежелательным ситуациям. Вот. Поэтому вот такой ответ я мог бы вам дать, возможно, 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 чтобы вам было, ну, как-то вот более понятнее, что ли, как себя вести, да, чтобы вам было более понятнее, что вы можете сделать, как вы можете сделать и так далее, вот. Другой вопрос заключается в том, почему у вас, почему у вас возникла такая проблема? Как она возникла такая проблема? Вы чувствуете угрозу для своей личной жизни, например. Или есть еще какие-то, какие-то сложности и проблемы у вас? Есть неуверенность в себе, есть какая-то вот, может быть, личная неустроенность жизнью, ну, то есть, неустроенность личной жизни, вот. Если если что-то такое есть, то желательно, конечно, очень желательно, чтобы вы с этим поработали, чтобы вы поработали с этим с психологом, вот. И чтобы, ну, вам было легче, чтобы вам было, опять же, проще с этим жить. Потому что, ну, проблема сама по себе, она не решится, не разрешится, никуда не уйдет. Вот. Такой вот ответ, в принципе, я думаю, вам можно дать. Я очень надеюсь, что помог вам этот вопрос. Вопрос у вас достаточно краток. Вот. Вы имеете полное право никому ничего не говорить. Вы имеете полное право никому ничего не раскрывать. Вы имеете полное право умалчивать за своей личной жизнью. Вот. Единственное, что у вас в таком случае будет происходить, единственное, что будет с вами происходить в таком случае, это только то, что о вас будут, ну, возможно, распускать какие-то слухи, какая-то вот такая позиция, не самая лучшая, не самая хорошая. Вот. Но мне кажется, что, опять же, если вы решите для себя, что вы не хотите раскрывать свою личную жизнь, то данная позиция является абсолютно нормальной, и это такая вот естественная, к сожалению, расплата за определенную скрытность. Вот. Вы можете, конечно же, вы можете сделать и так, что, ну, как бы, компенсировать, да, свою скрытность в личной жизни, вы можете компенсировать, к примеру, активностью в другой, да, то есть это чувство юмора, это какая-то вот такая активность, это какая-то вот такая, какая-то легкость в общении, вот, и так далее. Но это все зависит от вас. Если у вас есть ресурсы к этому, если у вас есть способности к этому, вы можете это сделать. Если нету, может быть, в таком случае имеет смысл даже не пытаться. Вот. Такой вот момент, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительные вы можете написать на их личку, я буду рад помочь вам. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Я надеюсь, что я вам понравился. Удачи!